Кроссоверы сегодня на пике популярности. В то же время за последний год-два они заметно прибавили в цене. Поэтому, чтобы не потерять клиентов, некоторые производители выпускают бюджетные компактные кроссоверы. Рассмотрим три таких авто, официально представленных в России совсем недавно. Начнем с Hyundai Creta, сменившей этим летом поколение. Моторы при этом остались прежние. Базовый бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра, мощностью 123 л.с. Коробка передач, шестиступенчатая механика, дорожный просвет 190 мм. Стартовая комплектация включает электростеклоподъемники, систему мониторинга давления в шинах, кондиционер. Цена от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Вторая на сегодня модель новый Volkswagen Taos. Под капотом базовой версии бензиновый атмосферник, рабочим объемом 1,6 литра, мощностью 110 л.с. Коробка передач, механическая, пятиступенчатая. Клиренс 177 мм. В начальную комплектацию входят светодиодные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, виртуальная панель приборов, кондиционер. Стоимость начинается с отметки 1 миллион 600 тысяч рублей. Третья на сегодня новинка – Chevrolet Trailblazer, превратившийся из большого внедорожника в компактный кроссовер. Под капотом тоже все по последней моде. Бензиновый турбированный малообъемник на 1,3 литра, мощностью 150 л.с. Коробка вариаторного типа, дорожный просвет 194 мм. В списке стандартного оснащения – 6 подушек безопасности, электронный круиз-контроль, парктроник, кондиционер. Цена от 2 миллионов рублей. Подытожим. Стартовая комплектация Креты откровенно бедная, но доплатив немного, можно получить и приемлемый набор оборудования, и автомат, и даже полный привод. Последний, кстати, сочетается даже с базовым экономичным мотором. Таус на старте стоит как топ-версия Креты. Но за немалые для этого подкласса деньги предлагается скромное оснащение, слабый двигатель и только механика. Придется доплачивать, причем сразу за более мощный турбомотор, поскольку автомат и уж тем более полный привод сочетаются исключительно с ним. База Chevrolet в целом приемлемая, к тому же сразу предлагается мощный современный двигатель. Однако ценник в 2 миллиона неоправданно высок, даже по нынешним меркам. На мой взгляд, тенденция налицо. Производители и дальше будут расширять свои модельные ряды, чтобы охватить все ценовые сегменты. Больше кроссоверов, хороших и разных. Вот девиз сегодняшнего дня.